Интересовались ли вы когда-нибудь мифологией? Хотели бы вы узнать о происхождении различных существ, то и дело появляющихся в различных мифах и страшных историях? А задумывались ли вы о том, как бы выглядели все эти чудовища в облике милых и нежных девушек? Если ответ да, то предлагаю зайти на кружку Эля в уютный трактир КАРТАВЫ ЭЛЬФ и послушать истории его длинноухого хозяина. Ссылочка на канал в описании. Всем привет, дамы и господа! Пришло время продолжить нашу историю Варкрафт 3. Дополнение Ледяной Трон. Кто не видел предыдущие четыре части, обязательно посмотрите. Надо надеть свитер. А сегодня у нас компания за ночных эльфов. Компания носит название Ужас морей. Как будто невиданное зло таится в темных глубинах. Перед началом смотрим эпичный ролик. Как Иллидан, который разобрался с демонами, затевает что-то странное. По всей видимости, он хочет кого-то призвать из глубин моря. Я помню, когда в компьютерном клубе смотрел заставку, на этом моменте у меня возникло ощущение полного присутствия и мне казалось, что я сам погружаюсь в морскую пучину. Непередаваемые были ощущения. И вот наги под предводительством Иллидана вышли из моря. Повелитель демонов Архимонд и Пылающий Легион потерпели поражение. Однако их пагубная темная энергия поразила большую часть ясеневого леса. Друиды восстанавливают порядок в северных землях леса, в то время как Страж Маев Песнь Теней, бывшая тюремщица Иллидана, идет по следу сбежавшего узника, чтобы снова заточить его в темницу. Иллидан где-то здесь! Своим отрядом натыкаемся на сожженную деревню и обнаруживаем следы странных созданий. Выходим из разоренной деревни и встречаем местных фурболгов, которые сходят с ума от демонической порчи. Вторжение Легиона принесло им немало бед. Увы, их уже не спасти. Племя поехавших созданий пришлось утилизировать. Такова жизнь. Далее двигаемся по следу Иллидана. Через разоренные земли, через смуту сатиров и свихнувшихся от демонов местных жителей. Выходим на побережье и встречаем тех существ, следы которых мы видели. Мерзкие и скользкие наги. Смерть землекопам! Еще больше разгневавшись на своего узника, Маев продолжает погоню. В лесу мы натыкаемся на отряды сатиров, которые пленили наших девок. Уничтожаем козлоногих и освобождаем наших воительниц. И вот Иллидан почти настигнут, но этот гад садится в лодку и уходит по реке. Бывайте! Вехтиандры хуевы! Для преследования нам тоже нужны лодки, но наги начинают их ломать. Из шести лодок, которые тут находятся, уцелеть должно хотя бы две штуки. Всеми силами накидываемся на наг и начинаем защищать лодки. Госпожа, если мы найдем Иллидана, думаете, мы сможем с ним справиться? Иллидан силен и сомневаться в этом не приходится. Он овладел силой черепа Гулдана. Теперь он не эльф и не демон, а нечто большее. На следующий день Маев и ее барышни высадились на таинственных островах. И с удивлением обнаружили там древние, но странно знакомые руины. Это руины древнего города Сурамар. Город давным-давно ушел на дно и теперь неведомая сила подняла его из морской пучины. Тут мы решаем разбить небольшой лагерь, немного отдохнуть и начать прочесывать местность. По всей видимости Иллидан где-то здесь. Виновные будут наказаны. Проводим разведку и вырезаем местных мурлоков. Недалеко от наших позиций Маев встретила старого орка по имени Драктул. Орка мучает духи умерших его товарищей, которые 20 лет тому назад прибыли сюда вместе с Гулданом. Гулдан хотел найти старый склеп, в котором заточен падший титан Саргерас. Да-да, это именно те события из старого Варкрафта, когда Гулдан поднял остров со дна моря. Драктул просит успокоить его мертвых товарищей и в доказательство принести костяной артефакт. Садимся в лодочку и переправляемся на соседний островок. Там на полянке видим, как орки-скелеты воюют между собой. Разрушаем три могильника и находим костяной артефакт. Задача выполнена, умершие орки успокоились. Относим найденный артефакт Драктулу и теперь совесть наша чиста. Продолжаем искать Иллидана. А Иллидан засел в северной части островов. Десантируем всю нашу армию и штурмуем наговские укрепления. Не успели мы доломать базу противника, как Иллидан открыл гробницу Саргераса и вошел туда. Быстро пробиваемся к беглецу. Поторопимся, сестры. Иллидана нужно остановить любой ценой. Через несколько минут отряд Маев вошел в гробницу Саргераса и приготовился отражать атаки врагов. Внутри находим старые руны, которые рассказали нам, что тут творилось 20 лет назад. Гулдан искал тут некое око. По всей видимости, Иллидан ищет то же самое. Начинаем продвигаться по гробнице, пробиваясь через оживших скелетов. Помимо неупокойных мертвецов, тут бродят демоны. Назад смертные! Никто не смеет осквернять гробницу Саргераса! А также всякие морские существа. В затопленных залах гробницы мы встречаем нагу-ведьму. Это леди Вайши. Она рассказала, что наги — это бывшие ночные эльфы, которые мутировали от проклятия. Проклятые! Изуродованные! Десять тысячелетий мы ждали момента, чтобы вернуть подавающее нам место в этом мире. И мы сделаем это с помощью владыки Иллидана. Иллидана! Маев охватил гнев от этих мерзких созданий и завязалась битва. Перебив Наг и выбравшись из затопленных залов, мы нашли ворота. Перебив охрану и разбив ворота, мы наконец-то находим Иллидана. Ему все-таки удалось отыскать Ока Саргераса, и он стал еще сильнее. Сражаться с ним мы уже не можем. И тогда Иллидан с помощью своей силы начинает сотрясать гробницу. Нужно срочно эвакуироваться. Проклятие! Я должна вернуться к Шантому Фуриону и рассказать ему о предательстве брата. У меня достаточно сил, чтобы уйти отсюда. Но боюсь вам не спастись. Идите, госпожа. Богиня укажет нам путь в лучший мир. Я никогда не забуду вас, сестры. Клянусь, Иллидан дорого заплатит за вашу гибель. На все про все у нас несколько минут. С помощью способности скачок обходим противника и бежим скорее к выходу. Успев вовремя покинуть гробницу, мы выходим на поверхность. Прошло несколько часов. Маев, едва живая от усталости и ран, наконец вернулась в свой лагерь. Иллидан стал еще сильнее и просто так его уже не одолеть. Тогда мы решаем послать в Калимдор за подкреплением. Но наги окружили наши позиции и гонец в одиночку не доберется до транспортных судов. Война разворачивается на два фронта. На нашу базу будут нападать наги и одновременно нужно сопровождать гонца. В ходе этой битвы нам удалось усадить гонца в лодку и благополучно отправить в Ясеневый лес. Вечером того же дня на лунной поляне Малфурион и Тиранда обсуждали последствия вторжения Легиона. Гонцу удалось добраться до Ясеневого леса. Теперь Малфурион и Тиранда осведомлены о том, что Иллидан овладел оком Саргераса. Также Маев нужна помощь, покуда она отражает атаки противника. Ночные эльфы готовятся пойти на подмогу стражам. Войска Малфуриона и Тиранды высаживаются на островах неподалеку от лагеря Маев. Теперь нужно успеть подвести подкрепление, пока стражи не погибли. Высадка прошла успешно и начинаем продвигаться. Прорубаем себе дорогу через местных обитателей, а в это время Маев и ее стражи отбивают атаки Нак. Малфурион и Тиранда обнаружили лагерь войск Иллидана. Прорываем оборону противника и разрушаем укрепление. Итак, ночные эльфы пришли вовремя. Теперь, когда силы ночных эльфов объединились, самое время нанести удар по лагерю Иллидана. Для этого необходимы ресурсы, поэтому захватываем Золотой Рудник на том месте, где мы разрушили базу Нак. Теперь перегруппироваемся и идем в наступление. На востоке находим базу Иллидана и начинаем ее штурмовать. Громим Нак и находим самого Иллидана. В погоне за Иллиданом мы добрались до Лордерона. Через три дня ночные эльфы высадились на западном побережье и осторожно вошли в тенистые чащобы Серебряного Бора. Несмотря на победу над демонами, здесь до сих пор бесчинствует нежить. Малфурион покидает наш отряд, чтобы восстановить местную природу. Это наказание за наши грехи. Маев вместе с Тирандой отправляется на поиски Иллидана и встречает выживших. Так мы знакомимся с принцем Кельтасом. Не стоит меня недооценивать. Он и его подданные хотят покинуть свой лагерь и перейти в более безопасное место. Тиранда соглашается помочь. Маев, конечно, выступила против, так как у них миссия найти Иллидана. Но Тиранда уверила, что так в лице Кельтаса мы обретем себе помощника. Теперь нам следует прикрывать караван и добраться до другого берега реки. Как минимум две повозки должны уцелеть. Выходим из лагеря и начинаем продвигаться. Двигаемся по дороге и отбиваем атаки мертвецов. По пути видим разрушенные поселения и растерзанные тела жителей этой земли. Пройдя еще немного, натыкаемся на небольшую заставу нежити. Для дальнейшего продвижения нужно уничтожить заставу. С помощью горных великанов штурмуем укрепление и сносим мертвяков. Далее дорога разделяется и есть два варианта продвижения. Первый вариант это короткий путь, но он проходит очень близко с крепостью нежить. А второй более безопасный, но сама дорога длиннее. Я, конечно же, выбрал опасный путь мимо укреплений нежити. Тут нам предстоит уничтожить целую базу мертвяков. Наши каменные великаны вырывают деревья и используют их в качестве дубинок против зданий противника. Таким образом уничтожаем оборону плети. Теперь, когда территория зачищена, можно смело везти повозки. Но тут мы попадаем в засаду нежити. Волна за волной нас прессуют ожившие трупы. Выхода у нас нет, и тогда Тиранда решается задержать нежить, чтобы мы благополучно ушли. Она сдерживает их. Богиня милосердная. Нужно спасти Тиранду. Течение уносит ее прямиком во владение нежити. Нет, Кельтас. Тиранда знала, чем рискует. У нас есть более важная цель, а времени осталось очень мало. Твои солдаты в безопасности. Пришло время исполнить обещанное и помочь мне в охоте на демона. В то же время, глубоко в чаще Серебряного Бора, Малфурион вызвал к духам природы. И духи рассказали ему, что Иллидан использует особое заклинание Ока Саргераса, чтобы разрушить землю Нордскола. А вместе с ним и Ледяной Трон, обитель Короля Мертвых. Малфурион догоняет отряд Маев и узнает, что Тиранда пропала. Точнее, Маев немного приукрасила и сказала, что ее разорвали на куски. Отчаявшись, Малфурион решает прервать заклинание Иллидана. Обороной наших позиций займется принц Кельтас вместе со своими эльфами. Нам же стоит прорываться к нагам, заклинательницам. Времени на прерывание ритуала 30 минут. Нужно действовать быстро. Отрядом уничтожаем патрули наг и доходим до базы противника. Разрушаем постройки и уничтожаем войско Иллидана. Наша разведка доложила, что недалеко держат в заточении одного из паладинов. Если мы его освободим, то обретем хорошего союзника. Находим катакомбы, перебиваем охрану и освобождаем этого светлого воина. Мой молот укрепит вашу веру! Теперь паладин на нашей стороне. Продолжая пробиваться, мы находим место ритуала. Его проводят наги, которые защищены от физических атак. Чтобы убить этих наг, нужно любые магические атаки или боевые заклинания. В этом нам помогут химеры. Огромные существа, у которых как раз магическая атака. Ритуал прерван, и наги, заклинательницы, убиты, а Иллидан пойман в плен. В диалоге с Иллиданом выясняется, что Тиранду никто не разрывал на куски. Ее просто унесло течением, и возможно, она жива. Ты же сказала, что ее разорвали мертвецы. Ты солгала мне? Нашей главной задачей было схватить предателя. Мне нужна была твоя помощь, Шандо. Я знала, что если скажу правду, ты помчишься спасать ее, и мы упустим свой шанс. Я... Тогда Иллидан предлагает следующий план. Его наги смогут быстро найти Тиранду и спасти ее. Братья тут же забывают свои разногласия и отправляются на поиски любимой девушки. Несколько часов спустя, Малфурион и Иллидан шли по берегу реки, разыскивая следы Тиранды. Наги-разведчики доложили, что жрица нашлась и обороняется от сил нежити. Теперь нам необходимо уничтожить базу нежити, откуда идут атаки на Тиранду. Иллидан сам вызвался спасти жрицу, так как он вместе со своими нагами доберется до нее быстрее. Малфурион остался сдерживать натиск нежити, поэтому развиваемся на базе наг. Разведка обнаружила дамбу, которую охраняют тролли. Если мы разрушим дамбу, то освободим проток и доберемся до Тиранды быстрее. Находим этих троллей и убиваем их. Теперь, когда путь свободен, собираем армию для штурма нежити. У вождя троллей Иллидан нашел полезный артефакт – маску смерти. Очень дельная вещица. В то время как Малфурион отбивает атаки противника, Иллидан вместе со своими нагами добирается до берега, где находится база мертвяков. Собираем там армию и начинаем атаковать. Сносим базу, уничтожаем нежить и теперь Тиранде ничего не угрожает. Иллидан? Какая ирония. Ты решил прикончить меня лично? Нет, Тиранда. Я пришел спасти тебя. Прошу, поверь мне. С помощью вызванного портала Иллидан уводит Тиранду в безопасное место к Малфуриону. Через некоторое время Иллидан собрался покинуть лагерь ночных эльфов. Иллидан, ты принес нашему миру много страданий. За это тебе нет прощения. Я и так слишком задержался. Я и так слишком задержался. Помогая тебе, я предал своего нового господина. И если я не буду осторожен, на этом моя жизнь закончится. Иллидан уходит в другой мир через демонический портал. Однако стражи во главе с Маев продолжают преследовать его и в последний момент запрыгивают в портал. Ночные эльфы отправляются отдыхать. Ну а мы заканчиваем нашу кампанию и впереди нас ждут следующие приключения. Благодарю вас за просмотр. Кто не подписался на канал, обязательно подпишитесь. А также рекомендую подписаться на мой инстаграм. Там выходит тоже кое-какой контент. Все ссылочки вы найдете в описании. Всем спасибо. С вами был канал Углук. Берегите себя и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok